Сегодня у нас на обзоре платформа или сервис Hyper, в которой с помощью искусственного интеллекта мы можем сгенерировать видео по текстовому запросу или промпту, а также можем создать видео из загруженной картинки. И еще здесь есть функции редактирования уже созданного видео. Совсем недавно этот сервис был абсолютно бесплатным, теперь он стал платным, но все же остались здесь возможности бесплатного использования. И сегодня мы рассмотрим, что мы здесь можем сгенерировать. Для начала, как обычно, нам нужно войти или зарегистрироваться. Для этого мы используем кнопку в центре экрана Trifle Free или в правом верхнем углу Start Creating. Я вхожу при помощи Google Аккаунта, мне так удобнее. И мы попадаем на главную страничку сервиса. Здесь довольно простой интерфейс. Вверху мы видим функции, которые нам доступны на данный момент. Это генерация видео из текста, анимация картинки, редактирование нашего видео. И скоро готовится еще функция расширения видео. Слева у нас есть небольшое меню. Explore – это страница, на которой мы сейчас находимся. Spotlight. Spotlight в центре экрана. Вы видите, это видео, созданное другими пользователями. Для того, чтобы попасть в этот раздел Spotlight, нужно создать видео по особенным правилам и отправить их на рассмотрение данным сервисом. Если мы нажмем на кнопочку View All, мы переключимся на вкладку Spotlight. И здесь все эти видео. Здесь вкладка «Последнее», «Топ последнего месяца», «Топ предыдущего месяца», «Получившее наибольшее количество лайков». И также здесь есть правило. Следуя этим правилам, можно создать вот такое длинное видео и отправить его на рассмотрение. Следующая вкладка «Профайл». Здесь всего лишь три кнопки. Spotlight я сюда ничего еще не отправляла. Creations – мои созданные недавно видео. И те, на которые я поставила лайк. В самой первой вкладке Explorer. Если мы спустимся ниже, просто работы других пользователей. Коротенькие видео от двух до четырех секунд. Если мы ставим им лайк, то они сохранятся у нас в папочке. Если мы выберем какое-нибудь видео, рассмотрим его поподробнее. Здесь у нас есть промпт, который мы можем скопировать. Другая информация об этом видео. Можем ставить ему палец вверх. Или сердечко поставить. Можем поделиться в соцсетях. И также можем зайти на страничку автора. Здесь увидим другие видео, которые он создавал. Тоже интересное видео. И вернемся на нашу страничку. И следующая вкладка «Мембершип». Здесь мы как раз можем ознакомиться с тарифами. И что нам доступно в бесплатной версии. В бесплатной версии нам доступно 10 генераций в день. Это не так уже и мало. И три «Concurrent Creations». Это означает, что мы можем одновременно отправить на генерацию три видео. Дальше идут планы. Дальше здесь есть информация о сервисе. Можно ознакомиться. В блоге можно почитать статьи. В вкладке «More» нас будет интересовать вкладочка «Ответы на часто задаваемые вопросы». Можно ознакомиться подробно с информацией о сервисе. Но нас будет интересовать вторая вкладочка «Seed Aspect Ratio and Duration». И здесь есть много полезной информации именно о генерации картины. Можете тоже самостоятельно прочитать и ознакомиться. И здесь есть ссылочка. Ссылочка называется «Prompt». Здесь идут рекомендации по составлению промпта. Генерация текста в видео разбита на две части. Это первый кадр и анимация. Первая часть подсказки оказывает наибольшее влияние на результат. Поэтому в первую очередь мы описываем объект и что он делает. И в другой части подсказки мы описываем стиль, в котором мы хотим видеть результат. И что касается стиля, здесь даются такие рекомендации. Говорится, что нейросеть хорошо понимает отсылки на какие-то знаменитые произведения. Например, не стоит писать, например, «Мрачный стиль», «Приглушенная тона». Вместо этого можно сказать «В стиле фильмов нуар 40-х-50-х годов». Или в стиле «Хоббита» или «Гарри Поттера». Нейросеть хорошо понимает такие подсказки. Дальше говорится, что нужно быть детальным. Постараться подробно описать наше будущее произведение. Но также говорится, что не нужно писать подсказки в стиле чата GPT. И дальше очень полезная рекомендация – это ракурс. В каком ракурсе мы хотим видеть наш результат. Здесь можно прямо отсюда скопировать, например, «На дальнем расстоянии», «Вид с дрона», «Ближний план». И также нас призывают быть креативными, делать много попыток и рекомендуют экспериментировать как можно с большим количеством разных способов одного и того же запроса. И давайте уже что-нибудь сгенерируем. Для этого мы выберем для начала «Create Video with Text». У нас подсвечивается нижнее поле, куда мы должны ввести свой промпт. Промпт я подготовила такой. «Яркая неоновая медуза плывет в глубинах темного загадочного океана. Потрясающая мистическая атмосфера подводного мира». Перевожу это все на английский язык. И вставляем промпт в поле для промпта. И здесь, как вы видите, есть подсказки «Это стили». Здесь их немного. Давайте возьмем любой из них. Например, «Blur Background». И видим, что он нам после нашего промпта добавил слова в скобках. Можем их взять, тоже перевести, посмотреть, что это. И он нам добавил эффект большой глубины резкости, фокус на объекте съемки, акцент на элементах переднего плана, резкий фокус, мягкий фон. В принципе, все это нам подходит. И обратите внимание, что слова, которые находятся в скобках, это значит, что они имеют больший вес. Иногда можно встретить двойные скобки и даже тройные скобки. Ну что ж, давайте сгенерируем. И здесь придется подождать. Иногда генерация занимает до нескольких минут. А я пока что нажму на паузу. И мы получили такой результат. Можем открыть видео на весь экран. И, как видим, результат очень даже неплохой. И перед тем, как генерировать, я вам не показала настройки. Во-первых, вот здесь глазик. Это видео будет видно всем или оно будет приватное. Но в бесплатной версии у нас только публичное может быть видео. Следующая настройка. Здесь у нас длительность 2 или 4 секунды. По умолчанию у меня стояло 4. И здесь видим, что скоро будет 8 секунд. Но, скорее всего, будет это в платной версии. Дальше идут пропорции видео. Мы можем выбрать. Здесь стандартные пропорции поля для ввода seed. Seed это уникальное число, которое есть у каждого видео. Если мы хотим создать видео на основе какого-нибудь предыдущего, то нам нужно сюда вставить этот seed и уже экспериментировать с ним. И после того, как мы сгенерировали картинку, у нас есть еще опции. Во-первых, если мы наведем на вот это поле, у нас откроется информация о видео, его prompt полностью, ID, seed и его пропорции 16 на 9. Если мы хотим перегенерировать это видео без изменения promptа, мы просто можем нажать на вот эту вкладку Regenerate. И оно сгенерируется с тем же promptом, но как-нибудь по-другому. Следующая вкладочка, если мы ее откроем, здесь мы можем отредактировать наш prompt. Что-нибудь добавить или убавить и сгенерировать его еще раз. И следующая вкладка Repaint. Мы можем что-нибудь перекрасить в нашем видео, выделить объект какой-то и задать ему другой цвет. Три точечки здесь. Удалить видео. Ну и кто может видеть, это мы уже обсудили. Еще мы можем поставить лайк или дизлайк этому видео. Это для самой нейросети, насколько хорошо она справилась с заданием. Если поставим сердечко, оно сохранится в наших избранных видео. И также можем скачать наше видео на компьютер. При скачивании мы получим видео с разрешением 1280 на 720 и с водяным знаком. К сожалению, в бесплатной версии такие ограничения. И поделиться. Можем поделиться в сетях, в твиттере, на фейсбуке. Либо скопировать ссылку и отправить куда-нибудь в другие соцсети. Давайте попробуем сгенерировать еще что-нибудь. Я подготовила другой prompt. Красивая женщина в шляпе. Черно-белое видео. 40-й год. Мягкий свет. Скопируем на английском языке. Ставим. И у нас здесь в подсказках есть как раз old film. И видим, что он нам добавил black and white movie style. Retro. Ну тут право за 60-е года. Grace Kelly layers. Ну давайте, чтобы не было разночтений, я тоже напишу 60-е года. И попробуем что-нибудь сгенерировать. Пока генерируется это видео, я возьму еще один prompt. Молодая девушка стоит на краю песчаного пляжа и смотрит в морскую даль. На ней белое платье с бантом, завязанным сзади, и широкополая соломенная шляпа. Волны мягко разбиваются о берег. В ярком голубом небе пролетает чайка. Спокойный солнечный день. Яркая картина маслом. Попробуем еще один prompt. В этот раз я хочу сделать акварель. Пускай будет. Отправим на генерацию. И возьмем еще один prompt. Весенний цветущий сад. Ветер колышет ветви деревьев. Стиль Клода Монеж. Живопись импрессионистов. Копируем. Вставляем. И здесь есть вкладочка импрессионизм. Можем еще для разнообразия поменять. Возьму, например, квадратное видео. И снова нажмем generate. Я пока нажму на паузу. И посмотрим результаты. Итак, первое видео черно-белое. Посмотрим на весь экран. Ну что ж, очень красиво. Правда, что-то с руками, как обычно. При генерации что картинок, что видео. К сожалению, нейросети еще плохо справляются с изображением рук. Следующая картинка. Но здесь очень красиво. Мне просто очень нравится. Но он почему-то нарисовал маленькую девочку. Хотя я просила девушку. И у чайки почему-то три крыла. Но сама атмосфера очень мне даже нравится. Как видите, все не идеально еще. И импрессионизм посмотрим. Здесь очень красиво. Здесь хороший результат. Замечательный. Поставлю здесь лайк. Давайте теперь попробуем отредактировать видео. Я нажму редактировать промпт. Здесь я вместо слова girl по-английски, то, что он понял, как девочка, напишу. Молодая женщина. Young woman. Здесь, где наша чайка. Напишу маленькая чайка. Чтобы меньше артефактов было видно. И watercolour style. Хочу здесь поменять. Пускай здесь будет oil painting. Масляная живопись. А часть этого предложения просто удалю. То есть я ему поменяла еще и стиль. И попробуем сгенерировать. И давайте проверим, что у нас получилось. Ну, в общем-то, на этот раз изображение получилось размытым. Можно еще раз попробовать перегенерировать. Я вам просто показала, как работает эта функция. Я все-таки перегенерировала эту картинку. И посмотрите, какой прекрасный результат. Чайки почти нормальные. У девушки на шляпе развивается ленточка. Все очень-очень даже красиво. И море живое. Так что, друзья, просто делайте больше попыток. Но давайте мы будем двигаться дальше. Еще давайте рассмотрим возможность, как можно создавать видео из картинки. Для этого вернемся на главную страницу. И выберем animate your image. Теперь у нас в поле подсказок появилась вкладочка Upload. Давайте загрузим картинку с компьютера. Например, изображение пейзажа. Нужно подождать, пока загрузится. И необходимо написать prompt, чтобы нейросети было легче понять, что изображено на картинке. В описании напишу ветер колышет траву. Можем выбрать только время. 4 секунды у нас по умолчанию. И отправим на генерацию. Я хочу загрузить еще одну картинку. У меня есть вот такой портрет интересный. И здесь в prompt я напишу... Это портрет девушки. Она как будто бы за стеклом. Я напишу, что портрет женщины. Капли дождя бегут по стеклу. Здесь это вставлю и снова отправлю на генерацию. Проверяем результат. Смотрим первую картинку. Ну что ж, очень реалистично. Неплохо я считаю. И смотрим вторую картинку. А вот здесь, конечно, видите, он анимировал женщину, а проигнорировал капли на стекле. Сейчас я попробую перегенерировать. Уберу портрет женщины. Оставлю только капли дождя текут по стеклу. Нажму Generate. Проверяем, что теперь у нас получилось. Все равно не захотел выполнить наш prompt. Ну что ж, как видим, генерация видео это более сложный процесс, чем генерация картинок. Нейросети не всегда справляются так, как нам бы хотелось. И у нас осталась нерассмотренная функция Repaint. По идее, в этой функции можно выбрать кисточку, выделить часть изображения и промптом написать, на какой цвет мы хотим его поменять. Но у меня который день уже эта функция не работает. Если вы будете пробовать, то пишите в комментариях, получилось у вас или нет. А я, пожалуй, на этом видео буду заканчивать. Если было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. И до новых встреч!